Музыка 80-х, костюмы 90-х, исполнение оптимистическое. Сегодня я в гавайском стиле, одета в жемчугах. Еду на одну локацию, на природу, показать красивое место, куда мы часто летом выезжаем, чтобы там поплавать в леденючей воде, которая с гор течет. И почему я так замаскировалась? Потому что тема сегодня будет такая sensitive, sensitive topic. Такая паболочка у меня на Гавайях покупала. Ханалулу. Sensitive topic такой будет. Мне очень нравится этот аппедок. Длинный такой козырек у него. Защищает от солнца лицо. Нельзя, чтобы лицо на солнце было, иначе начинаются пятна разные. Тема, значит, такая секси-пастора. Посмотрела один ролик про пастора Шелудько. Фамилия Шелудько. Ну, фамилия говорит о человеке. Например, фамилия Мунтян говорит о том, что там все мутно. А вот фамилия Шелудько говорит, что там шелудливые ручки. Или ножки, или гладкие. История такая, что красавчик, молодой красавчик, альфач, такой пастор, объявивший себя пастором, собрал церковь женскую. Главное, поехать в правильную сторону. За разговорами можно перепутать немножко трассы. Что бывает, когда по инерции куда-то едешь, запоминаешь дорогу. И потом тебе, например, надо в какое-то другое место, а ты по инерции едешь туда, куда ты постоянно в ту сторону ездишь. У меня так несколько раз было. И этот красавчик собрал вокруг себя, но это было не в Америке, это в другой стране. Русскоговорящий пастор собрал вокруг себя дамочек, которые ему поклонялись, ему служили, там унесли десятины, двадцатины, одевали его, покупали ему подарки. А он их, как бы, по ушам гладил. Говорил им по сердцу. И ему тогда было, наверное, за двадцать, но он очень молодо смотрится. И когда ему было даже уже, на данный момент, наверное, лет сорок, и он все время на малолетних девочек засматривался и выбрал себе невесту. Ей было одиннадцать лет. До ее восемнадцатилетия он не объявил, что она его невеста. Мне чем-то напоминает история Элвиса Преслы, когда он четырнадцатилетнюю девочку за Арканию, как правильное слово подобрать, не знаю, дал ей надежду и женился на ней, когда ей было восемнадцать. Но, как сказать, счастлива она не была. Счастлива она не была, потому что она не практиковала все свои приемы и манипуляции. Так, сейчас правильно. Главное, на правильный экзит выйти. И вот этот Шилучко... Шилучко... Мой Шилучко фамилия. Он эту девочку одиннадцатилетнюю прикармливал разговорами о том, что она его невеста. И, в общем, все-таки он дождался и женился на ней, в конце концов. Но, тем не менее, отдавал также повод всем своим прихожанам, о том, чтобы они, ну, что они его невеста тоже, что они могут на что-то рассчитывать. И там даже семейные замужние женщины на него открывали, как сказать, рот. Им откровения приходили, что он их муж будущий. Ну, такое что-то, чушь какая-то. И в связи с этим вспомнила свою историю. У меня тоже, в моей жизни, был такой Шилучко. У него, правда, была фамилия, на другую букву начиналась. Ну, звали его Андрюша. Этого звали Димочка. А в моей жизни был такой же пастор, который, с ним его звали Андрюша. Ну, расскажу, расскажу, потому что, во-первых, прошло уже много времени с тех пор. Во-вторых, вряд ли этот Андрюша будет смотреть мои видео, потому что у них там другие интересы. У них интересы обольстить, обмануть, как можно больше народу привлечься, ходить вокруг себя, чтобы их попожествляли, чтобы им поклонялись и смотрели в рот. Главное, несли свои деньги. Такая вот история есть у меня. Как эти тихи истории, их есть у меня. Сейчас по направлению, их выйду, чтобы можно было в правильном направлении двигаться. Вообще, вот такой Андрюша в жизни нас всех. На тот момент он был женатый человек. Женатый человек, и у него была... Многодетная семья. Не помню, сколько детей. Может быть, шесть. Может быть, шесть. Точно не помню. Шесть детей. И он называл себя пастором. Она была пасторшем. И как-то они вот появились в нашем городе внезапно. Переехали с какой-то другой местности. И, значит, они рассказывали всем историю становления в своей церкви. Значит, у этого Андрюши был племянник. И этому племяннику пришло откровение, что он должен в штате Вашингтон построить церковь и двигаться в направлении... Ну, джидвелл или как-то это направление называлось. Там еще пастор Музычук к этому руку приложил. Благословлял это движение. Сейчас я не вспомню, как это движение называлось. Мне кажется, джидвелл это основано на том, что зайди сам в это болото вступи и с собой двенадцать человек приходи. И будет тебе счастье. Там апостолами друг друга они величали и все такое. Сейчас еду в сторону вулкана. Гора Манхут. Какая красотища вообще. Она полностью в снегу. Вершина. Где нет. Сейчас не могу переключить на фронталку. Так бы показала. На словах опишу, как это красиво. Ой, здесь тоже дорога в колдобинах. Получается, что появились они в нашем городе. А, и племяннику было откровение, а племянник испугался, сказал, ой-ой-ой, боюсь, боюсь. И тогда его дядя сказал, а давай я. Я не боюсь. А племянник сказал, ну давай, давай, давай. А я тебе руки поддержу. Как бы сказать, народ привлеку, потому что племянник как раз жил в нашем городе, а этот человек был приезжий, Андрюша. И началось это движение. Такое движение было... Я на тот момент ходила в другую церковь. Расскажу потом про нее. Ну, этот человек приходил в ту церковь, куда я ходила, и его представляли как у пастора. Он рассказывал об этом движении, о том, что это такое движение миссионерское, что вот всех людей надо привлечь в определенное направление идти. И кто-то из моих знакомых девочек пригласил меня туда. А тогда... Я еще была замужем на тот момент, и мы с бывшим туда пошли посмотреть, что это, как это. Как заманиваются в такие маленькие церкви? Тебе представляют, что они твоя семья. Они очень дружелюбны, очень настроены, улыбаются, приглашают в дом, кормят, подкармливают, делятся откровениями, показывают, что мы с тобой на одной волне. И человек, который из большой церкви, где ему нет так много внимания, то есть что они стали делать? Они стали из больших церквей по одному, по два человека выдергивать и показывать им, что такое любовь братская, что такое радость, что такое добро и прочие качества, демонстрировать, как бы сказать, на публику. Ну, то есть, так сказать, показные качества, которых в реальной жизни нет. То есть это все маски. И так мы потихоньку-потихоньку стали к ним ходить, как бы раз в неделю, в среди недели, то есть они делали ячейки какие-то на дому. Мы стали к ним ходить. Что меня потрясло, это как бы обязательные ночные молитвы. То есть, так хочешь девай своих детей, ну, приходи без детей на ночные молитвы, то есть там нанимай кого-то, чтобы твоих детей посмотрели, приходи на ночные молитвы и на ночной молитве, значит, было задание довестись до иступления, получить какие-то откровения в таком состоянии иступления, то есть без еды, поститься надо было там несколько дней, чтобы войти в такое вот состояние, когда как бы уже отходишь, отходит твое сознание куда-то летает. Такое медитативное состояние, когда уже дух, душа и тело не дружат друг с другом, а начинают уже разъединяться. Не знаю, как это объяснить. Но есть такое слово иступление, да, как вот Петр, апостол Петр иступление обходил, и ему там с небес полотно опускалось, на нем были всякие четвероногие, всякие парнокопытные животные всякие опускались и голос, что Петр, заклинешь. Вот нас как бы в такой транс сводили маски, конечно, эти люди носили, но я стала замечать, что очень велкам к ним такие бизнесмены, пары, которые уже раскручены без носа и велкам молодые девушки, которые смотрят вот этому уже пастору и влюбляются на основе он красавчик, он такой альфач, он такой видный мужчина, высокий такой, он голубый, у него глаза сейчас и не помню, просто я в него не влюбилась, не влюбилась и получается, что я просто была как наблюдатель, и я незамутненным взглядом с незамутненным разумом, он все это увидел, что происходит. Те девочки, которые в него влюблялись, они просто становились служанками в этом доме, то есть они должны были исполнять обязанности какие-то, детей смотреть, убирать, готовить еду, служить, там, ну, не знаю. И, значит, эта пасторша после одной такой вечерней посиделки накрыли стол, все, там, кто, что принес, сладости, чай, чаек, и, значит, эта пасторша очень с таким словом сказала, что, типа, ну, мы тут бомжарню кормим, ну, это как бы не дословно, но такой смысл, что, что вы сюда пришли поесть, там, на моего мужа поглазеть или еще что-то, и сидело там довольно много девушек молодых, ну, и женщины постарше тоже были, влюблялись, приходили, даже с на одну женщину, она потом пошла работать по услужению к этому человеку. Помню, была свадьба у одной девушки, девочки, девочки, девушки, и эту свадьбу сделали очень красиво вместе, женщина, скажем, женщина, она как бы была молодая, но женщина, которая в разводе уже была, у которой уже были дети, и вот она второй раз замуж выходила, и в таком красивом здании было, где-то наверху горы, как роза ветров, такое здание, пастырща, и эта пастырща, она взялась танцевать, но она как бы такие национальные одежды одела какие-то, типа, как шелковый наряд, ну, типа, как индусы одевают, да, насколько я помню эту дорогу, чтобы мне правильно доехать, и она танцевала, танцевала, она красиво, ну, она как женщина такая полненькая, полноватая была, но она очень красиво танцевала, двигалась так плавно, и, в общем, каким-то образом она залетела под стол, она так танцевала, что она оказалась под свадебным столом, то есть, что можно подумать, подумать можно всякое, ну, что мы просто ее из-под этого стола вытащили, не знаю, может, она уже тогда болела, потому что она очень в раннем возрасте умерла, это постарше потом, и все очень удивлялись, как и что, ну, почему это случилось, из-за чего, как, кто ее до этого довел, до того, что она умерла в таком возрасте, и, собственно, что-то не получилось у этих людей, а, еще что было, они собирали деньги с прихожан, и все такое, у них там финансисты были, как бы, которые считали это все, и получилось так, что бывший попросил у них денег, я не знаю, то ли он в долг попросил, то ли он попросил подарить ему, не знаю, не знаю, но мотивировал он тем, что дети, у нас трое детей, дети нуждаются, там, жить негде, ну, что-то он рассказывал им какую-то историю, и они ему почему-то по какой-то причине, я вот даже не знаю, я не помню, как это случилось, и что, потому что это не было при мне, это потом всплыло, что оказывается они его благословили пять тысяч долларов, дали ему, и потом уже через какое-то время, ну, и они, как бы, сказать, они на публику это сделали публично, и сказали, вот, мы благословляем тебя, потому что вот такое у нас есть помазание, и желание, и возможности, что мы хотим благословить тебя этими деньгами, он, наверное, именно пел, что он там свой бизнес хочет открыть, или что, я даже не в курсе, поэтому для меня было большим сюрпризом, когда уже бывший смотался назад, откуда мы родом приехали, да, то есть он вернулся уже к себе на родину, на историческую, а ко мне подошли эти люди и сказали, а ты нам должна пять тысяч, я говорю, серьезно, ну, я даже не в курсе, я никаких бумаг не подписывала, ничего, я не знаю, на что он эти деньги потратил, бывший, то есть он на тот момент он у всех деньги занимал, то есть он занимал кучу денег, он брал какой-то quick cash, такой быстрый кэш, в каких-то организациях, быстрые займы брал, он своему банку, в котором у него был счет, он задолжал, я не знаю, сколько тысяч, и когда он уже вот это вот везде наследил, ну, я сейчас о бывшем говорю, то он просто смотался, значит, он еще криминала много здесь сделал, и он смотался, то есть предоставил мне расхлебывать все его эти делишки, сколько он кредитов набрал, это просто нереальное число, я уже приехала, сейчас пойду красоту показывать, да, тяжело об этом рассказывать, вот, честно сказать, тяжело, такие истории, конечно, тяжелые, вообще, жизнь, 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 это такое, такая штука, с колдобинами, то есть дорога с бампами такими, и эти люди ко мне подошли и стали требовать 5000, я не знаю, может быть, из-за того, что, я знаю, что эти люди очень любят судиться, они любят там, пугать своими адвокатами и прочее, я не знаю, почему они от меня отстали, ну, может быть, потому что ничем не было подтверждено это, что они что-либо давали нам, мне, конкретно, но ему-то они точно давали, ему они точно давали, потому что они потом это объявили в церкви, во всеуслышание, то есть сам процесс передачи денег я не видела, когда они ему передавали, но они они потом на всю церковь объявили, что вот мы благословили человека вот этого и все такое, я даже не хочу его имя назвать бывшего, потому что для меня он не существует просто в природе, вот это тень, это не человек, это тень, и практически все девочки были влюблены в этого человека, в этого Андрюшу, и когда он увидел, и они в очень хорошем доме жили, такой дом в таком очень богатом районе, возле реки, там где-то возле реки Колумбия, это район вообще, там миллионы стоят эти дома, и потом они почему-то стали быстро собирать вещички, чтобы срулить другой штат, я даже не поняла, что это было, как это было, но они как-то быстро свернули, закрыли эту церковь, и пропали, переехали в другой штат и пропали, в следующем видео я сниму продолжение этой истории, в следующем видео я сделаю в следующем видео, чтобы было не